Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Камила Хайрулина. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Российские ученые научили беспозвоночных червей питаться нефтью. В Казанском федеральном университете проходит второй модуль лекций Петра Щедровицкого. Казанский университет посетил посол Туниской республики Тарак Бен Салем. Ленар Латыпов, советник при ректорате по международной деятельности КФУ, провел экскурсию по историческому музею и совместно с проректором по научной деятельности Данисом Нургалиевым рассказал об университете. Также Тарак Бен Салем примет участие в Международном научно-образовательном форуме «Россия-Африка», который также пройдет в Казанском университете. 11 ноября в Институте международных отношений Казанского университета пройдет Международный научный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Форум проходит под эгидой секретариата форума партнерства «Россия-Африка». На него приглашены послы ряда африканских стран, а также ученые-африканисты из России, стран СНГ и Африки. Сегодня на международной арене и у Российской Федерации в том числе большой интерес именно к странам как арабского мира, так и к странам африканского континента. Мы надеемся, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие российско-африканских отношений и в укрепление научного сотрудничества между учеными и специалистами в данных областях исследования. На форуме будет работать круглый стол на тему сотрудничества России со странами Африки. В Казанском университете проходит второй модуль лекций известного российского философа Петра Щедровицкого. О том, какие темы обсуждались в рамках его лекции, расскажем в нашем следующем сюжете. Какой запрос экономика формируют для университетов? Как связана промышленная революция и образование? На эти и многие другие вопросы ответил Петр Щедровицкий в рамках второго модуля лекций, посвященных теме на волнах промышленных революций. Нельзя читать историю философии без истории промышленных революций. Нельзя понять, что происходило в мышлении, если вы не видите, что происходило в практике деятельности. И вроде это элементарный пункт, но только никто ему почему-то не следует. Взяли такой ретроспективный срез, а сейчас будем приближаться уже к современности. И, конечно, основная задача посмотреть, каким образом система образования отвечала на эти вызовы, которые ставила перед ним экономика. То есть система образования, она фактически, она готовит людей к взрослой жизни. Она готовит их к тому миру, к той экономике, к той социальной сфере, в которой необходимо адаптироваться, найти свое место. Лекции проходят с 9 по 12 ноября на площадке Zoom. И рассчитаны на то, чтобы заинтересовать университетское сообщество в вопросах процессов мирового и российского экономического развития. Также в рамках этой программы были созданы проектные группы. Работа эти проектные группы направлены на инициирование каких-то новых проектов в сфере образования в университете. Там порядка 12 проектных групп сейчас таких работают. И они тоже участвуют в дискуссиях, в семинарских, в лекционных занятиях. Но у них задачи более четко обозначены, тематические. У них есть свои дорожные карты проектные, и они их выполняют. Третий и четвертый модули лекций Петра Щедровицкого пройдут в 2021 году. Кристина Надышина, Леонардо Влетьяров, Универ Ньюс. Ученые Казанского университета разработали способ эффективного утилизирования последствий нефти разлива. Что это за способ, узнаете в сюжете нашего корреспондента. Разлив нефтепродуктов является очень острой проблемой в современном мире. Порой, чтобы устранить эти последствия, уходит много времени, сил и ресурсов. Чтобы более эффективно научиться устранять последствия разлива, ученые Казанского университета придумали необычный способ, в котором фигурируют беспозвоночные черви. Его рост около 1 мм. Его нельзя увидеть невооруженным взглядом. Знакомьтесь, цену Рабдитесь Элеганс. Червь, которая, несмотря на свои габариты, несет огромную пользу для всего человечества. Российские ученые из Казанского университета научили этих червей утилизировать нефтепродукты. Существуют разнообразные методы очистки нефтезагрязненных сред. Это могут быть как методы физико-химической очистки, биотехнологические очистки, механическая очистка, например. И среди перечисленных биотехнологические методы они считаются одними из самых эффективных. И они основаны на активном участии микроорганизмов, в частности бактерий, которые способны разлагать нефть и нефтепродукты. По словам ученых, перед ними стоит задача научиться доставлять разлагающие нефть вещества в труднодоступные места. Такие, как, например, глубокие слои почвы. Так исследователи изобрели способ, накормив червей нематодов морской бактерией Alcanivorox barcumensis, которая отлично справляется с очисткой окружающей среды от нефтепродуктов. Мы создали такую модельную систему, состоящую из нематод и нефтеразлагающих бактерий. И в данном случае нематоды, они выступают в роли такого курьера, можно сказать, доставщика вот этих бактерий в более глубокие слои почвы. Пока что черви еще находятся на исследованиях лаборатории. Впереди перед учеными стоит задача выяснить, как нефтяная диета отражается на нематодах. Однако, по мнению разработчиков, эта система может хорошо зарекомендовать себя в промышленности. У нас вот эта система, модельная система, она находится в чашках Петри. Нам предстоит еще узнать, на какие компоненты вот эта нефть разлагается в кишечнике нематод. Вот после обработки именно с этими нематодами, с бактериями. И после этого уже можно будет применять. В итоге, как нам рассказали ученые, такая модель биологической очистки может стать эффективным способом распространения бактерий в загрязненной нефтью почвы, открывая тем самым новые возможности поликвидации нефтяных разливов. Американская компания Tesla выпустила новый автопилот. Как изменится положение на дорогах, узнаем из нашего сюжета. 20 октября Tesla начала рассылать некоторым аккуратным водителям бета-версию универсального автопилота, который может ездить и по городским улицам. До конца года компания собирается выпустить стабильную версию, доступную всем водителям Tesla. Исходя из общей концепции, безусловно, автопилот должен помогать упростить действия водителя. Другое дело, что если система пока сырая, если в системе есть определенные уязвимости и неадекватность срабатывания в определенных ситуациях, то это, наверное, будет водителя держать в некотором напряжении. Теперь автомобили умеют проезжать перекрестки автоматически, поворачивать направо и налево, пропускать пешеходов, объезжать припаркованные машины. Однако вопрос о правилах дорожного движения остается открытым. На кого ляжет ответственность, если система нарушит правила дорожного движения. Современное законодательство никто не менял. И, в общем-то, лицом ответственным за совершение административных, ну, либо еще более усугубленных случаев, лежит исключительно на автовладельцах. С технической стороны Tesla можно назвать первым серийным беспилотником, потому что машина может самостоятельно проехать из точки А в точку Б, управляя рулем, акселератором и тормозом. С юридической точки зрения водителю все еще нужно держать руки на руле и быть внимательным, так как ответственность лежит полностью на нем. Иван Булатов, Виолетта Басова, Универ Ньюз. 3 ноября в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. Борьбу за победу вели республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. До последнего оба держали примерно равные позиции. Однако 7 ноября все же была объявлена победа Байдена. О том, как изменится взаимоотношение России и США при новом президенте, узнаем прямо сейчас. Как только стало известно о победе Байдена, в его адрес сразу же стали поступать поздравления от глав других государств. Его уже поздравили такие мировые лидеры, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. Однако Кремль Российской Федерации пока что сохраняет молчание. Такая позиция выжидательная, она достаточно объективна. Почему? Потому что еще не сказал свое слово Конституционный суд Соединенных Штатов. То есть пока не сказано последнее слово за институтами юридическими, ситуация может поменяться самым радикальным, кардинальным способом. По словам экспертов, победа Байдена не изменит взаимоотношения России и США. На протяжении многих лет они остаются неизменными, независимо от того, кто приходит к власти, республиканец или демократ. То есть разницы не будет никакой. Стратегия поведения будет одна и та же. Что же касается Российской Федерации, то Российская Федерация изначально веет навсегда, в каком бы статусе она ни была, в статусе Союза Советских Социалистических Республик или Российской Федерации, она всегда оставалась для Соединенных Штатов и зоны геополитических интересов. Кроме того, на предвыборной платформе Джо Байдена не наблюдаются признаки радикальной смены политики в сторону России. Отношения Россия и США будут ровными, такими же, как всегда. Плюс-минус какие-то, так скажем, чуть-чуть более напряженные зоны пересечения. Но этого спрогнозировать сейчас, наверное, никто не возьмется. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!